Погода и здесь внесла свои коллективы. Часть матчей должна была пройти на кортах 5-й спортшколы на улице Чайковского. Из-за дождей пришлось переехать в Хосту. Там площадка находится под мостом. В турнире участвуют 100 человек, как мужчины, так и женщины в одиночных и смешанных разрядах. В этот раз посоревноваться приехали спортсмены из Ростова, Курска, Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута и из других городов нашей страны. Теннисисты из других регионов стремятся на этот чемпионат, так как он уже давно зарекомендовал себя как один из сильнейших в России. Вообще Сочи всегда считался одним из центров тенниса нашей страны, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом. То есть отсюда, как вы знаете, очень многие спортсмены, тот же Евгений Кафельников, Елена Веснина. То есть теннис всегда у нас был на хорошем счету. Сегодня проходили матчи за выход в четвертьфинал. С каждым этапом играть становится все сложнее. Уровень соперников растет. Несмотря на это, сочинские теннисисты хорошо себя показывают. Уже две спортсменки прошли в одну четвертую и останавливаться на достигнутом не собираются. Здесь очень много перспективных людей, игроков, которые показывают свой наилучший теннис. Поэтому я думаю, что здесь без боя нельзя никак сыграть. Оцениваю свои шансы. Ну, думаю, что на победу, на финал. Открытый чемпионат Южного федерального округа завершится 7 июля. Финалист и спортсмен, занявший второе место, удостоятся звания мастера спорта. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.